в чрезвычайных ситуациях вам нужно будет связаться с экстренными службами позвонив по телефону 999 или 112 звоните по одному из этих номеров только в экстренных случаях для менее срочных ситуаций есть другие номера оператор спросит какая служба вам нужна полиция пожарные или скорая помощь великобритании эти службы функционируют отдельно но для экстренных случаев все они используют один и тот же центр обработки вызовов и операторов если требуется более одной службы например при серьезной автомобильной аварии могут потребоваться службы скорой помощи пожарной охраны и полиции вам нужно всего лишь сделать один звонок и оператор оповестит все дополнительные службы оператор требует от вас некоторую информацию вам нужно будет рассказать что произошло чтобы они могли решить какие службы могут понадобиться также им нужно будет узнать ваше местонахождение город улица номер дома и по возможности почтовый индекс вас могут попросить оставаться на линии в зависимости от ситуации оператор может дать вам некоторые инструкции чтобы обезопасить вас или например рассказать как вы можете помочь пострадавшему до прибытия машины скорой помощи важно сохранять спокойствие чтобы вы могли оказать помощь пока до вас не доберутся аварийно-спасательные службы сотрудники центра обработки вызовов могут не говорить на вашем родном языке если возможно найдите человека который понимает и может говорить по-английски это ускорит процесс конечно это может быть невозможно центры обработки вызовов могут связаться с переводчиками но им необходимо знать какой язык им нужен и потребуется дополнительное время чтобы связаться с агентством переводов если вы находитесь на автомагистрали телефонные автоматы для экстренных вызовов находятся на каждой миле они связаны непосредственно с центром реагирования на чрезвычайные ситуации вы также можете воспользоваться ими в случае поломки если вы не являетесь членом восстановительной службы каждые 100 метров вдоль автострады расположены небольшие маркировочные столбы на таком столбе есть стрелка показывающая направление ближайшего телефона каждый столб также пронумерован запишите номер центр обработки вызовов может использовать его чтобы точно определить где именно вы находитесь на автостраде используйте службы 999 или 112 только в чрезвычайной ситуации если ваша ситуация менее срочная звоните по номеру 1 0 1 в полицию вы можете использовать этот номер чтобы сообщить о краже со взломом или другом инциденте который имел место но не происходит в настоящий момент для медицинской консультации позвоните по номеру 1 1 1 вас соединят с центром обработки вызовов где вы сможете объяснить симптомы пациента и получить рекомендацию что делать дальше если вы обращаетесь по поводу кризисной ситуации связанной с психическим здоровьем звоните 1 1 1 вам потребуется вариант 2 из предложенных это поможет вам связаться со службой неотложной помощи при психических кризисах специалист которой сможет поговорить с вами и оценить необходимую вам поддержку у этой службы есть переводчики вы задумывались о том что произойдет если вы попадаете в аварию или внезапно заболеете вы бы хотели чтобы с кем-нибудь связались и сообщили о происшедшем с вами если у вас есть мобильный телефон вы должны создать контакт под именем айси и на английском языке буквы айси и означают в случае чрезвычайной ситуации добавьте номер телефона того кого бы вы хотели известить о чрезвычайном происшествии с вами санитары скорой помощи смогут получить доступ к номеру айси и даже если ваш телефон заблокирован добавление номера айси и к вашим контактам облегчит работу экстренных служб и поможет вашим родственникам и друзьям если произойдет худшее если вы гражданин и с вы имеете право на европейскую карту медицинского страхования и эйч айси которая обеспечивает страховое покрытие чрезвычайных ситуациях в государственной системе здравоохранения других стран ес это очень удобно при поездках в любую точку ес целесообразно оформить страховку для покрытия расходов на любые медицинские проблемы возникающие во время путешествий по другим странам поезд в интернете позволит просмотреть имеющиеся варианты и сравнить цены вам необходимо подать заявление на получение отдельной карты для каждого члена семьи эти карты предоставляются бесплатно поэтому не пользуйтесь услугами сайтов требующих оплаты